у нас 7 августа 2000 чуть чуть правее да вот так вот 7 августа 2017 года вот и начинаешь тут прибивать надписи для тех кто боится проехать вот эту сведу грязь на самом деле там каменисты одно спокойно проедешь на машине почему недалеко я сделал потому что там человек и не поймет что за надпись такая а тут он сразу увидит ага вот о чем у нас становится перед водой ну и все понятно но каменистая топор где у меня вот он теперь там куда иди посмотри землю которая навалили сверху камня она выпирает ее надо убирать постепенно все это будет убрано а здесь ты можешь на обочину бросать тут пригодится она вот поближе то далековато как-то как считаешь на какой столбик вот этот вот прямых то тут у нас нету ну да или вот это да или этот или этот да более в менее прямой будет за счет того что я скосил вот Дождик начался. Люди подъедут и видят вода. Они побоятся и правильно сделают. Никита, щипцы принеси мне, пожалуйста. Пошли, забрали всякий инструмент. Это хорошо. Дерево очень хорошее. Поднимаю доску, попортить могу. Оттуда вывод сделать можно, что гвозь может не забивать здесь на месте. А сейчас гвозь у меня ослабленный. Я его подтянул. На-ка, подержи. Подожди-ка еще маленький. Все. Держи. Становись. Вот так. Только ровно, чтоб было. Маленький. Вот так. Топорик мне дашь. Кремит, однако. По-моему, вот так надо. Ну да, примерно. Внизу, внизу, пониже. Заворачиваю гвозь. Заворачиваю гвозь. Теперь можно посмотреть. Вот так, конечно, лучше. Ай да Пушкин, ай да молодец, говорит сукин сын. Ну вот смотри. Человек подъехал, ему далеко не надо. Говорили, наладили связь, а тут нету. Так, ну каменистая. А-а-а, вот что. Ты понимаешь, какое облегчение человеку? Это тем, которые первый раз поедут, они сразу прочитают. Что за надпись? Ну каменистая. Все, я еще гвоздик один прибью. Все, наверное. Если тебе не трудно, принеси мне просто ведро. Там гвозди лежат. Вот так. А щепки не убирать, чтоб они на глазах были, чтоб мы приходили недавно. Видишь как, там бальки растут, красота какая. Вон дождик идет. Утро сегодня, если не ошибаюсь, седьмое уже, да? Ровно через неделю начинается Успенский пост. Смотри, как маленькие капельки видать. А, види. Гвозди-то, какая подкладка-то у них. Листья репья. Можно прожить без бумаги, без всего. Так, возьми-ка еще какие-то топоры. Главное, чтобы наши хулиганы не оторвались. Воспитанники. Считаю, что этот гвозь не лишний будет. Он не вышел? Нет. Все. Итак, уходим на ту сторону. И там еще один гвозь, и мы спокойны. Так. Возьми-ка вот это, а то я шлепнусь. Дно каменистое, и там помолимся, поблагодарим Бога. Вот, смотри, там какая ровная. Ее можно даже построить выше, по ней, чтобы ходить-то. Еще две прибить, и жерчь, и покрасить. Здесь точно так же сделать. Жерчь повыше, чтобы весной можно было переходить. У нас две жерди осталось всего. Ну-ка, давай, топор возьми там, пошел. Затолотись. Лежи. Оказывается, у меня до конца не дошла. Держи. Все. О! Теперь, если кто-то едет... Так, что тут? Остановится на бугре. Дно каменистое. Надо же сказать, что придумали попы. Вот сектанты. Зазомбировали камни, зазомбировали воду. Вода стоит выше, а там ниже. Да насколько ниже-то там, видать ее, гляди. И течет. Оглушков говорит, так вода там течет. Так это замысел был. Он говорит, трубу надо поставить. Я говорю, и сколько? Ну, пять труб, допустим. К примеру это я говорю. А весной что? Ну, размоют. Это по новой ты будешь делать, трубу достанешь. Краснобайство, я говорю. И он перестал. Там рядом заезжаешь на трассу. Только заезжай. Завали эту яму. У тебя прицеп есть. Головой мотает. Не будет делать. Вот теперь все. Господи, мой Господи, слава тебе. Благослови всех приезжающих сюда с добрыми намерениями. А злодеев усмири и покажи, что и для них это благо. Этот путь пусть напоминает о пути в Царство Небесное. Мы здесь, Господи, ходили на первое крещение, когда одновременно три священника сходили в воду и крестили. Отец Иоаким, отец Наум Борщуков из Грузии. И отец Михаил Курочкин, родной брат епископа Евтихия. Это сохранились только снимки. Видеосъемки тогда не делали, но как раз шел съем фильма. И вот здесь вот идут, поднимается. Любовь Петровна идет. Как раз лагерь был здесь. Этот еще мы не знали. И Бог нас помиловал. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Аллилуйя! Давайте выкидывать, я подержу. Надо подчищать. Это наша работа. И как она весной будет, мы не знаем. А еще не знаете, насколько широко разольется. Вот в этих пределах, если она будет идти, то для нас это вполне подходяще. Куда кидать? И знаешь куда? Вот сюда. Кидай просто в кушу. Коровы тут идут. Если камень есть, камень убрать. Или как это? Сгладить. Так, подожди. Он сильно выступает? Нет? Пускай. Это он выжимает. Нам главное убрать грязь. Нам главное убрать грязь. И чтобы нигде не было стенки. Никита, бросай землю туда, в ту сторону. Прямо вниз. В воду. Один раз в неделю можно прийти. Вот это убрать. А камень не надо убирать. Пусть лежит. Пусть лежит. Давит его. Все. Главное землю убрать. Только землю меня интересует. Это вот первый мостик так называемый. Вот я стою в рубашке и не чувствую дождя. А смотря на поверхность воды можно увидеть, что идет дождик маленький. Сбрызгивает. Вот эти сваи наши забиты. Сваи очень много. Очень. Надежда Васильевна, она фломастеры истратила на другие дела. А тут из газеты она вырезала, буковки наклеила и все. Все. Ну, это Павел когда-то делал вот это бетонное все один. На лошади привозил, бетонировал, чтобы коровы могли проходить с чистым выменем. А один тут недоброжелатель говорит, а это он взял на урывку ездить за водкой. Это сильно он его обидел. Хотя и собутыльник был. Вместе. Вот шесть столбов я сказал не трогать. Это память нашим предкам. Они мост строили. Кто-то покуситься на эти столбы. Дурь. Пилить ему надо будет или еще что-то. Ну, то есть дурь. Вот посередке которая все. Главное только грязь. Камушки даже не задевать. И вот видите, вода течет. Вот насколько она ниже по камням. А там она выше даже той воды, которая здесь. А почему выше? А тина там забила, смотри. Тина-то забила и вода почти не течет. Ну, весной это не дело. Можешь пробить ее сюда. Вот оно пошло сразу. Не больно-то. Там камни. Но поперла. Все. Тину потащила. Ну, тут разница в высоте-то. Это больше полметра. Ну, пошла как вода. Сейчас могу на эту сторону перейти. Все. Камни, камни. Бутовый камень. О. Хидая. Она засохнет там. Что-то вынесется. Вот это, которое машины выдавливает. Ее надо везде грязь эту убирать. Вот сюда кидай дальше. Вон туда. Вот так. Только не шлепнем по нашей записи. С этой стороны щепочки лежат. И надпись. А может быть название будет такое с большой буквы каменистая. И люди, которые проезжают здесь, говорят, там у вас теперь можно ездить. Это удивительно. Вот это и оно. И дождик брызнул, спину охладил маленькой. И ничего. Вот мы приехали на трех велосипедах. Никита Володя. Вчера тут у нас была экскурсия. На второй мостик съездили. А это вот запасной. Две машины. Одна из такого кирпича весной. Если она будет разливаться шире, чтобы не подмыло, тогда камнем будить. Ну а потом, хоть местным тракторенком задавить камни. Попытаться. Вот когда камни наложили, я очень боялся, что корову пойдут и между камнями, ногой и повредит. Поэтому мы стены натрусили и попросил бульдозериста сдвинуть с земли. Ну а кто его мерил с земли-то? Захватил тонны-две. Растоптали, а теперь эта грязь мешается ездить-то. А надо ли было делать? Опыта не было никакого. Оказалось, что грязь там уже вошла и много не надо было. Но бульдозерист меньше и не мог. Он не мог. Засыпил сколько и все. Вот она и идет. Там лишь на подъем видать и здесь на подъем. Но намного дальше развелось. Может быть вода дальше не так будет идти. Как-то размоется или что-то. По логу кусты нам еще не знакомые. Когда-то мы там были, все рубили. Все, пока.